Спасибо огромное. Мы напоминаем, что на Униан нужно подписаться этому видео, нужно поставить лайк и, конечно же, оставить комментарий, под ним мы всегда их читаем. Роман Григорьевич, давайте начнем с громкого заявления Макрона по поводу того, что он не исключает отправку сухопутных войск западных стран в Украину. И после этого, конечно же, посыпалась и критика, но были те, кто поддержал эту инициативу, сразу появились страны, которые сказали, что нет-нет, что вы что. Такого не будет. Насколько вообще такое развитие событий вероятно и что должно произойти, чтобы Альянс все-таки отправил свои войска в Украину? Реально ли вообще это? Надо разделить само понятие войск в Украину. Альянс это одно, а французские войска, допустим, это чуть-чуть другое. Альянс, если принимает решение на отправку какого-то контингента, это может быть сборная солянка войск со всего Евросоюза или, допустим, американских и так далее и тому подобное. Это целый механизм, во-первых, принятия решений, в которых участвуют все представители Альянса, естественно, дают добро или не дают. Собрать добро со всех очень сложно, практически нереально. Потому и вопрос этот, как только поднимается, как войска НАТО, то есть как представители Альянса и создание коалиции какой-то для выполнения задач за пределами Альянса. Это иногда происходит. Вот помните, когда был удар по Соединенным Штатам, тогда была создана коалиция, и страны НАТО в ней принимали участие как альянс, именно как НАТОвский альянс, потому что была задействована пятая статья НАТОвских договоров. Все, естественно, ее подтвердили и выполнили задачу на Ближнем Востоке, тогда по Ираку. А, допустим, в Украину есть вопросы по альянсу, и практически нереально, чтобы альянс в чистом виде, то есть как блок, пока мы туда не вступили, примет решение на отправку коалиционных войск в нашу страну. Ну, это нереально. А вот есть же другие механизмы. То есть каждая страна самодостаточная. Вот Франция. Почему Франция без проблем эту тему может, в принципе, проговаривать? И риторика ее постоянно именно в таком смысле. Почему? Потому что Франция самодостаточная в оборонном плане, в военном плане страна. Она производит все. От подводных лодок до самолетов, до ядерного оружия. Они же сами производят ядерное оружие, у них оно есть. То есть эта страна полностью самодостаточная. Их войска, войска французские, находятся вообще на другом континенте, в Африке, выполняют боевые задачи. Кстати, они там давным-давно уже воюют с россиянами, с теми представителями всяких частных военных компаний, российских, с которыми конкретно ведутся боевые действия. И для Макрона, который получает каждый день боевые, вернее, сводки боевых действий в Африке, своих частей с российскими частями, ну и для него, естественно, никаких негатива не вызывает сама идея отправить французские войска, допустим, в Украину, где они могут столкнуться с российскими. Так они и так уже воюют. Ну то есть для него это как раз не вопрос. И это войска Франции, это не войска Альянса. Ну то есть это совсем другой подход. Потому что здесь надо разделять вот эти моменты и понимать, что войск Альянса у нас не будет, пока мы в Альянс не вступим и мы не включим пятую статью. А вот войска стран, которые могут входить в европейские, неважно какие войска, они могут у нас появиться. И я думаю, что наше правительство не будет против, если, допустим, части французского иностранного легиона будут выполнять боевые задачи разного уровня. Они же разные. Начиная от подготовки аэродромов, охраны обороны аэродромов, там, где те же французские миражи или ракеты «Скал» будут находиться, до выполнения боевых задач на линии фронта. А как это изменит вообще ситуацию? Как оно повлияет? Сильно ли повлияет, например, участие французских войск на ситуацию на фронте, например? Ну, все зависит от количества и от поставленной задачи. Сколько войск будет и какая задача будет поставлена. Им может стоять задача прикрывать аэродромы. Румынским войскам может быть стоять задача прикрывать Приднестровье с нашей стороны. Ну, допустим, а к чему бы нет? Польские войска могут взять на себя прикрытие запада нашей страны по разным вопросам. Даже ту же границу с Белоруссией, там, определенную часть. Все зависит от количества, от готовности и от поставленной задачи. Потому что нельзя линейно сказать, что точно будет положительный. А дальше уже от количества будет зависеть какой. Кстати, год назад сообщалось, что в феврале-марте 2023 года в Украине таки находились бойцы специального назначения Великобритании, Латвии, Франции, США и Нидерландов. Это правдивая информация или это просто очередной ИПСО? Я не знаю. Если они находились, то есть ли у вас информация в каком количестве и, возможно, находятся дальше? Ну, это закрытая информация и ее однозначно нет в доступе ни у кого. Тем более она закрыта серьезными грифами. И те задачи, которые они выполняют, это то, выполняли или выполняют, это тоже довольно-таки серьезная секретная информация до уровня ГОСТАИН. Дело в том, что у нас, смотрите, у нас в иностранном легионе, уже в нашем, в украинском, сейчас воюют с россиянами около до 20 тысяч военнослужащих. До 20 тысяч человек. А они со всего мира. В том числе и со спецслужб тех государств, которые только сейчас назвали. Поэтому механизмы выполнения боевых задач и нахождения этих частей на нашей территории, они давно уже отработаны, еще с 22 года. Вот один из механизмов – это иностранный легион. И, так сказать, а дальше в каком амплуа, в каком правовом статусе находятся военнослужащие наших партнеров, ну, это уже, я думаю, не сильно важно. То есть, раз они есть, они уже есть, причем официально есть. 20 тысяч человек есть и стоят в строю, выполняют боевую задачу на линии фронта, уничтожая партнеров, россиян. Кстати, Путин, поговаривают, начал уже подготовку к возможной широкомасштабной войне против НАТО. И об этом якобы говорит создание новых военных округов после вступления Финляндии в НАТО. Это просто такое бряскание с железом или что-то большее? Вообще, в принципе, вот эти разговоры о том, что Путин может напасть на страны НАТО, они под собой имеют какой-то пидгрунтия или это все-таки бла-бла-бла? Вот когда говорят и не платят деньги, это тогда бла-бла-бла. А если запускаются десятки, а то и сотни миллиардов рублей на размещение, раскрытие площадок Ленинградского и Московского округов, это уже не бла-бла-бла. То есть это серьезное капиталовложение в создание округа, это сотни миллиардов рублей. Это на полном серьезе, это серьезные такие вливания. Раз они начали их даже просто создавать, значит эти деньги будут выделены, размещены достаточное количество техники, военнослужащих, подготовлены базы. База строится несколько лет, разворачиваются новые части тоже несколько лет. То есть армию отстроить это несколько лет нужно. И они однозначно будут это делать, а раз принято решение и выделены деньги, значит это подготовка. Только подготовка к наступательным действиям, это не оборонительные действия. Это подготовка к наступательным действиям. Угадайте в трех раз, куда будут наступать войска Ленинградского военного округа. Ну естественно на запад, на северо-запад. То есть в сторону Финляндии, в сторону Эстонии, Литвы, Латвии. Это балтийское направление, общее балтийское направление. Московский округ, который формируется, это центральное направление, это направление Беларусь, Польша. Ну то есть это направление. Южный округ, который сейчас воюет в Украине, так это вот в Украину. Они когда начали Южный округ накачивать финансами? Где-то в 16-17 годах, за пять лет до масштабного наступления уже в Украину. Где-то за пять лет. Потому здесь можно, если провести аналогии и определенные ритмы просчитать периоды подготовки, где-то через три-пять лет они будут готовы двигаться, в том числе и в страны Балтии, если мы как-то заморозим, пойдем на заморозку боевых действий на нашей территории. То есть сдадимся, капитулируем перед россиянами. Сейчас нас к этому все подталкивают. По крайней мере, такие забугорные товарищи туда, которые за океаном свои стены от Мексики строят, они нас подталкивают к заморозке, к каким-то мирным договорам и так далее и тому подобное. Сейчас китайцы пытаются к нам достучаться. Опять Лихуэвэй этот собирается к нам ехать. Представитель великий, второй папа римский с пагодой. То есть и все действия, допустим, близневосточных стран, которые используются как площадки для переговоров, и турецкие, и саудитовские, мы же это видим прекрасно, это все как раз попытка заморозить. И если заморозятся боевые действия, то через пять лет ловите российскую армию уже в Эстонии и Финляндии. Неужели этого не понимают те же западные лидеры, тот же Китай, или им это просто выгодно? Дело в том, что понимают хорошо эстонцы и финны, и они действуют. А все остальные, до них же еще далеко туда. То есть потому, по большому счету, тех, кого это непосредственно касается, латвийцы, эстонцы, финны, эти четко понимают. Литовцы понимают, потому что у них Белоруссия в Подбрючье, и Калининградская область. Поляки понимают, потому что у них тоже Белоруссия и Калининград. То есть это все понимают и те готовятся. Молдова понимает с Румынией, потому что понимают, что есть определенные моменты, хотя им не сильно все это угрожает. А Китай готовится, китайская философия. Можно долго сидеть на берегу реки и ждать, пока по ней проплывет труп твоего врага. Но так они готовятся после разгрома российской армии к развалу Российской империи занять свои исконно китайские территории. До Белого моря, до Байкала. Бурятия – это же Китай. Ну то есть бурятам надо еще поторопиться, успеть развалиться, пока к ним китайцы не добегут и создать свою государственность. Иначе будут они одной из провинций Великого Китая, так называемого, чтобы учить китайский язык. И после всмотрения нескольких десятков лет в зеркало и уговаривания себя, что ты русский, то бурят будет уже говорить, что он все-таки китаец. Ну больше не китайцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok